МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катя, Катя, я тебя прошу, сними ты свадебное платье. Ну, три месяца назад уже свадьба была, а ты всё его надеваешь. Ну, люди смеются. Слушай, я тебе говорила, давай платье в аренду возьмём. Говорила. А ты не это, давай купим, давай купим. Ну вот, купили. Что ты мне хочешь сказать, что я платье за 31 тысячу? Один раз, что ли, надену? Фигушки тебе, понял? Я завтра в нём ещё на работу пойду. Я тебя как человек прошу, сними, ну люди смеются, ахрок уже. ЛАЛАЛАЛАЙ ШЕСТЬ КАДРАВ ЛАЛАЛАЙ ШЕСТЬ КАДРАВ ШЕСТЬ КАДРАВ Только сядешь и в клюв, все вокруг рассмею, вот за что я так люв! А может, молоком? Молоко жидкое, растечется. Тогда сметаны. А кот придет, все слижет и испортит. Ну, тогда майонезом он и не жидкий, и коты его не едят. Майонезом можно попробовать, но в следующий раз обязательно мил возьми. Так, что тут у нас? Этот легкий, этот тоже... О! И жирность хорошая, значит плотный. Итак, согласны ли вы, Ольга, взять в законные мужья Виктора? Согласна. А вы, Виктор, согласны ли взять в законные жены Ольгу? Сейчас, секундочку. Ммм! Ничего, борщ. Хороший, вкусный борщ. За кого болеешь в хоккее? За ЦСКА. Правильно, умничка. А на что лучше лещ берет весной? Лещ. Весной лещ лучше, лучше берет на фидер и ближе к берегу. Молодец. Да, я согласен. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Ну что, нашли? Да нет. Нет гантелей по 8 килограмм. Есть по 7, по 9, по 10, по 8, нет. Значит, берите гантели по 9 килограмм. Берите, берите. Ну. Так. Значит, смотрите. Отпиливайте вот так кусочек. И вот так кусочек. Понятно? Угу. И будет вам как раз гантеля по 8 килограмм. Пилите, пилите. Заодно бицепс с трицепсом подкачайте. Пилите, пилите. И 8 килограмм как раз. Оп, 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 оп. Страшное вижу. Умрешь ты скоро. Как умру? Насильственной смертью. Молиться тебе надо. Что-то, Мэтьев поможет? Поможет, не поможет, не знаю. Но опасаться тебе надо темного человека. Пожалуйста, внимание, Дездевона. Приготовились к вытограмм. Извините, пожалуйста. Меня вызывают. Я потом еще зайду. Иди. Не помню. Опасайся темного человека. Добрый вечер. В эфире новости на 37-м. Еще раз напоминаю, что нашему каналу срочно требуется специалист по компьютерной графике. Очень требуется. Позвоните нам по телефону, который вы видите в верхнем правом углу экрана. Я сказал, в правом верхнем углу. Здравия желаю. Здравия желаю. Капитан Шинов, ваш участковый. Выпиваете? Ну, выпиваем и что? Как что? Соседи жалуются. Ну, что? Вы выпиваете, а их не зовете. Ну, что же люди? Им тоже выпить хочется. Позволить себе не могут. Три кредита не выплачут. У вас вообще совесть есть? Да ладно, ладно. Пусть приходят. Ну вот. Ей же совесть. Проснулась. Буткины, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну все, Буткины. Можете идти выпивать, я договорился. Спасибо. 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 Пожалуй, я тоже останусь. Миги. Ипотека. Буткин, наливай. Буткина колбаску нарежь. Так. Так, вот сейчас заморозочка подействует. И все у нас будет хорошо. Ну вот, милая. Теперь ты у меня до конца рабочего дня пролежишь и не испортишься. Хорошо, что я стоматолог. Была бы я невропатологой, что? Пропала бы курица. А так нет. Слышка, а давай-ка я тебе еще один уколчик сделаю. На всякий случай. Шубуш точно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне нужен жилет. Мужской. Однотонный. Мужской. Чтобы там ромбиков не было или розовый тоже не надо. Мужской. Угу. Я понял. Я понял. Думаю, у нас есть то, что вам нужно одну минутку. Ну, как вы просили? Клеточка. Мужская. Тонная. Без всяких там ромбиков. Ну, как вам? По размеру-то нормальная или побольше подыскать? Знаете, вот. Жестковато немного. Тяжеловато. Зато, вы посмотрите, вы посмотрите, а? Это же настоящая, мужественная жилетка для таких вот брутальных, жестких мужчин. Да. Зато в метро, если кто-нибудь на грудь наступит, не продавит. Так что берите, не пожалеете. Ограничен. Девочка, девочка, сыночек, иди-ка ко мне скорее. Ай, ты моя зайчка. Иди скорее. Ну-ка, дай проверю, замерз? Немножечко ручки замерзли, да? Ой, ледяные руки-то, слушай-ка, ледяные. Так, ну-ка, давай быстро снимай варежки. Варежки снимай хорошо. Вот мама термин взяла, сейчас будем греться. Ох ты. Так, давай быстренько. Тепленькие надеваем. Быстренько, давай, пальчик, так будем. Вот, нашу пальчик. Молодец. Так, давай другую, быстренько. Сейчас ручки согреются. Сынок, если ножки замерзнут, ты мне скажи, я тебе носочки теплые достану, хорошо? Ну иди, попавьте, попавьте. Ой, олимпиец растет у меня, олимпиец. Ох, хорошо, хорошо, хорошо. Ура! За нас! За нас, за нас. А что это у нас тут творится такое, а? Петров? М? А ты почему пьешь, а? Петров, вот правильно тебя все время на второй год оставляют, да? Двоечник ты наш. Ничего путного так из тебя и не вышло. Что будет? Улыбаешься тут. Тоже, смотрю, по кривой дорожке пошел, да? По ней. Ага, пошел. Вот нет, чтобы после школы в институт поступить. Он сидит с друзьями, пивко попивает, да? Стыдно, Голубев, стыдно, вижу. Что ты, Кайков, улыбаешься тут, а? Твои родители знают, чем ты вот тут занимаешься, а? Я им позвоню, скажу, что их сын одноклассников спаивает, а? Позвоните, Кайков, а? Ладно, Мария Ивановна, успокойтесь. Вот вам еще бутылка шампанского за счет заведения. С днем учителя. Аккуратно мне тут не балуйтесь, да? Голубев. Ну, что ржем, что ржем? Скидываемся на шампусик для любимой учительницы. Конфеты такие вообще у тебя просто шикарные. Уже третью доедаю. Ты, лянь, какие мне цветы Васька подарил, смотри, на 8 марта. Две недели стоят, свежие-свежие, лянь. Две недели? Ой, я тебя умоляю, две недели, что это много, что ли? Сейчас до себя добегу, две семьи. Глянь, вот, видала? 8 марта 11-го года. У меня там еще в погребе 8-го года стоят. Правда, что-то раздулись в последнее время. Две недели, я тебя умоляю, тоже мне две недели. Ну, смеши, ладно. Ну, все, вставайте. Давайте, вставайте, давай, вставайте. Поздорю. Ну вот, отныне это ваши спальные места. Чтобы не возникало споров из-за территории, конфликтов из-за лавочки, ложитесь строго по силуэту. И смотрите у меня, под дисциплинирование. У меня, знаете, в парке еще сколько таких, как вы, разместите. Александр Александрович, вы самый чуткий участковый в районе. И самый гостеприимный. Да. Ну все, честь имею. Я не понял. Ты че мне на голову встал, чмо? Привет. Если тебе еще нет шестнадцати, а татуировку уже иметь очень хочется, обращайся к нам. Мы подберем любую детскую татуировку именно для тебя. А это? Сказочные замки с любым количеством куполов. Любимый мультипликационный персонаж и многое-многое другое. А для девочек у нас есть прекрасные татуировки русалочек О и Барби О. Чтобы детство было ярким, сделай себе татуировку и оставь детство с собой. Давай, малыш, клацай по кнопкам и закажи себе такие. Ну что ж, понятно? Достаточно. Ну а теперь попробуйте лопнуть ягодицами шарик. Благодарю, благодарю. Спасибо. Присаживайтесь. Ну, что я должен вам сказать. На должность главного бухгалтера вы нам не подходите. У нас очень развит корпоративный дух. Веселье, конкурса, рябуса, шарады, праздники, фееверки. А вы в этом полный ноль. Вот ваше резюме. Всего доброго. А, шарик можете оставить себе. Спасибо. Всего доброго. Как вы и просили, номер подешевле. Да, да, да. Вы знаете, у меня особых условий-то там не надо. Мне самое главное, чтобы свет и горячая вода. Если 200 рублей вас устроят... Да. Пожалуйста. Ключ. Паспорт. Все, я пошел заселяться. Спасибо. Подождите. Не забудьте. Вот свет. А вот... Горячая вода. Вот что ты творишь? Что ты творишь? Заднюю вырулевай. Заднюю. И выруливай. Еще выруливай. Ну что ж ты делаешь-то? Ну что ж ты делаешь-то? Откуда у тебя руки растут? Откуда? За мать. Давай, давай. Ну тогда... Вот, вот. Наконец-то. Сережа, а с кем ты там разговариваешь? А разве сейчас не ты отъезжал? Ну как видишь, нет. Звони в милицию. У нас только что машину угнали. Девушка, это вам. Мне? Да. Это вам от мужчины вон за тем столиком. Звони вон за тем столиком. Звони вон за кодирование. Больше выпить не будете. А если вы выпьете, вы умрете. Алло. Ира. Ты меня прости за все, родная. Просто... Меня, наверное, скоро не станет. Нет, я трезвый. Просто доктор сказала, что я, наверное, скоро умру. Да. Возможно, сегодня. А, скорее всего, с мужиками вечером. Прошу. Прошу. Прощай. До свидания. Ну, ну, наконец-то! Я думал, сегодня уже никто не подойдёт. Это отличный немецкий капкан. Настоящая сталь. Да-да-да-да-да, у вас отличный вкус. Вы прошли мимо вон того, вон того и вон того. И остановились именно на этом. Вот. Всего за пять тысяч рублей. Давай. Ну что, открываем, да? Да-да-да. Вы, вы не пожалеете. Ой, давай. Открываем, открываем, открываем. Счастливого пути. А я смотрю, вы шапоголик. Этот вам тоже идёт. Я сейчас... И птица поляется на второй. Девушка. Да? Я сегодня у вас покупал этот букет на свидание. И хотел бы его вернуть. Почему? Вы говорили, что это стопроцентный результат. А она меня даже не поцеловала. Странно. Ну, ладно, давайте. А что вы ей сказали? Дорогая, это тебе. Ты прекрасна, как эти розы. Ну, вот видите, всё работает. Так что возврат букет, и я оформить вам не могу. Это у вас что-то с девушкой не то. Товарищи, вы, наверное, как и я, вчера смотрели хоккей. Так точно, Леонид Ильич? Так точно. Угу. Играла ваша ЦСКА и ваша Динамо. Так точно. И вы, наверное, как и я, остались недовольными результатом игры. Потому что ничья – это плохой результат для такой принципиальной игры старых соперников. Поэтому я и вызвал вас сюда, чтобы выяснить, чья команда сильнее. Коля. Коля. Начинайте играть, а я буду субтитров. Как таланта сестра, называется Кра, так и наша Прагра. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри, нас всего вам три при. Шесть кадров. Только сядешь и в клю, все вокруг рассмею, вот за что я так лю. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-